Соня принимает участие в акции «Оберегай» уже не в первый раз. Осенью на главном бульваре Кодинска девочка посадила сирень. Теперь старается постоянно за ней ухаживать. Поливает и убирает траву, чтобы деревцу ничто не мешало тянуться вверх. Традиционно в благоустройстве принимают участие десятки школьников и сотрудники Багучанской ВЭС. Сначала первый раз, когда я участвовала, мы ездили на Чольбиху и убирали мусор по территории речки. Потом мы садили деревья, когда я тоже участвовала. Вот со мной девочка садила, ее дерево или закопало, или засыпало. А мое растет, но оно там сохнет. Федеральная благотворительная экологическая акция «Оберегай» проходит во всех регионах присутствия ПАО «Русгидра». В Кодинске она проходит четвертый год подряд. За это время с берегов рек собрали мусор, высадили 36 деревьев и 350 кустарников. По словам организаторов, на этом останавливаться не собираются. Важно не только навести порядок в значимых местах, но и привлекать детей к благоустройству родного города. Нам было важно, чтобы они видели плоды своего труда. То есть они ежедневно видят, где они трудились и видят, как это потом, во что это превращается. И за этим ухаживают. Вот, собственно, мы посадили осенью 350 кустов сирени и калины. И сейчас мы ухаживаем за теми кустами, которые посадили. Они, конечно, ухаживали и осенью, и весной. Но так, чтобы действительно вбить колышки, показать, что вот они здесь растут, другим людям, которые не садили эти деревья. И чтобы весь город видел. Помимо организации экологических акций в Ходинске, Богучанская ГЭС реализует важные социальные программы. Например, недавно с помощью энергетика в местной больнице и в центре дополнительного образования установили современное оборудование. Также ведется постоянная работа со школьниками. В образовательных учреждениях есть так называемые энергоклассы, после обучения в которых многие дети решают поступать на инженерные специальности. Анна Московских, Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости.